Губ, блин, сейчас я попрошу мужа, попрошу мужа, чтобы он показал, помог. У меня тут, знаете, у меня тут все спрашивают про украшения, про блески для губ, вообще про то, что... Давайте я вот немножко покажу, вот такой, допустим, такой набор я покупала. Вообще, те, кто на меня только-только подписался, я фотограф, я вообще фотограф, бизнес-коуч по фотографии, преподаватель, детский, семейный, свадебный, ни в коем случае, знаете, я не торгую вот этими всякими бирюльками, да, но просто очень многие мне в личку, у меня постоянно, у меня директ вечно рвется, спрашивают, а где вот этого купили, вот это вот купили, сейчас, секундочку, вот такой, вот есть наборчик, что-то немножко... Вот, вот этот я покупала где-то у нас в России, конечно, не к этой кофте. Вчера купила вот такой вот браслетик, вот смотрите. А, кстати, вот это вот кольцо, оно было набором, видите, вот было набором, вот это кольцо с сережками было набором, а вчера я увидела вот такой вот браслетик за 10 долларов, и смотрю, думаю, блин, как оно классно подходит к моему к моему колечку вот к этому, такой вот классный браслетик вот такие вот на той странице и не оторваться да, смотрите, смотрите, я буквально буквально 2 часа вещала именно про визу, визу для талантливых людей, визу для творческих и одаренных и экстраординарных людей как все-таки получить, как все-таки попробовать, да, мы на данном этапе еще раз я говорю, у меня постоянно, постоянно, постоянно столько вопросов, мы здесь проживаем 6 месяцев штат Майами, штат Флорида, Майами первую стадию одобрения мы прошли, то есть нам дали нам комитет одобрил, как талантливый человек мы очень долго, очень много всего собирали в том аккаунте посмотрите, много всего интересного рассказываю, сколько было сложностей вот, но сейчас мы ждем еще последнего подтверждения и возможно на протяжении 3 лет мы сможем работать работать официально, легально работать и зарабатывать в Америке кстати, вот по поводу украшений, смотрите, такой я очень люблю что-то такое огромное, громоздкое, иногда люблю очень утонченные вещички, вот такой вот такие часики я покупала набором за они недорогие, по-моему, за 20 долларов вот в этот набор в коробочке, видите, смотрите, здесь такой вот веревочка с якорем дальше браслетики, кстати, к этому набору еще Сережа, Сережа, можешь показать веревочки, которые у тебя на руке одеты? Зай, можно? сейчас я мужа попрошу, то есть в этом наборе еще шли два шнурка кожаных привет, 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 сейчас я расскажу да, собрала здесь всякие эти сережки вот такие вот сережки я покупала стеклянные, ручной работы, хендмейт такие вот они, стекляшки очень классные хендмейтерские сережки вот такие вот у меня есть тоже стекляшки такие, знаете, это спасибо большое, часы классные, да ребят, здесь очень много всего, вот я говорю я какая-то больная на вот эти все бирюльки вот тоже стекляшки такие вот стекляшечки, тоже покупали здесь ручной работы сейчас еще покажу так, ну это браслетики это мне тоже здесь подарили браслетик такой стар сваровский брошечки, я вот очень люблю вот все такое вот фотограф брошечка вот в общем, конечно, да, у меня очень много этих украшений может быть, просто отдельно как-нибудь я просто сделаю пост выложу, какие у меня есть Сережа! он у меня куда-то ушел мусор, наверное, выбрасывать вот такие вот очень люблю длинные серьги но мне сказали, что нельзя длинные серьги носить там надо как-то носить, чтобы длина была чтобы не касалось шеи не касалось шеи люблю вот такие большие, громоздкие в общем в общем, бирюлик бирюлик много, очень люблю вот эти все побрякушки так, давайте пусть блеск несет сейчас попрошу, что это косметичку доча, ясь солнышко, принеси, пожалуйста, косметичку в ванной у меня лежит серенькая такая по-моему, все спрашивают, где купили часы классные ребят, здесь вот здесь везде, на каждом шагу очень много всего вот в Walmart, в магазин заходишь даже вот простой продуктовый в индексе ну, прям очень много всего и заходишь, огромный гипермаркет здесь тебе и кроссовки здесь тебе и купальники и побрякушки колечки вот, кстати, вот это тоже вот наборчик солнышко, нет, не это а, ну давай, ладно, это вот такой вот у меня блеск какой-то обычный я не знаю, что за фирма вообще, я очень люблю косметику MAC очень люблю маковское все у меня очень много мака вот, но блеск какой-то вот такой вот, вот такой оттеночек мне он очень нравится не знаю, что за фирма, ребят какая-то вот мне кажется, какая-то это я просто купила торопилась очень часто просто скупаю вот ездили, делали обзор для вас на влог сейчас сейчас выйдет влог на ютубе новый как раз обзор по магазинам то есть мы съездили засняли пэтко зоомагазин засняли магазин косметики я покажу вам что тут тоже есть интересного как вас много в эфире сразу прям так это так, блеск пусть принесет сейчас, секундочку Ириночка, здравствуй еще раз давайте прям поговорим да, можно по фотографии надо немножко отвлечься я вот сейчас вот вышла в эфир я всю ночь не спала могу сказать но я спала там часа два и я не знаю говорю, зачем это надо женскому мозгу я лазила по хэштегам переходила читала комментарии что касается самолета и очень плохо я себя я встала утром разбитая но, слава богу знаете, живая да, я очень соболезную родственникам друзьям вообще людям кто потерял своих близких в этой катастрофе это ужасно просто для меня, тем более аэрофлот я же постоянно летаю аэрофлотом для меня ну просто и вот про эти чемоданы и еще раз говорят не суди да не суди мы будешь не знаешь как ты поступишь в данной в той или иной ситуации но вообще хочу сказать что да это очень очень тяжело вот это вот все и поэтому я мне было плохо с утра было очень плохо я бы сказала даже хреново да но я вышла в эфир вот сейчас вот суперфотограферс два часа практически полтора часа отбомбила тему и мне как-то полегчало немножко да поэтому поэтому если есть желание просто поговорить не знаю давайте поговорим о фотографии о чем угодно просто это как-то спасает так здравствуйте еще раз я по поводу настроек камеры только сейчас присоединилась были в парке с детем да привет Светлана Светлана смотри я помню ты отправляла такой вопрос в личку тоже много всего пишут но не успеваешь нет возможности всем ответить сброс настроек камеры у тебя поможет то есть зайди во вкладочку там есть такой гаечный ключик я просто рассказываю как девочка есть такой гаечный ключик да и если ты камеру не юстировала то есть не проводила юстировку тушки с объектива боди с объективом да если не делай юстировку то конечно ты можешь сделать этот метод метод девочки вот он мне всегда помогает то есть заходишь в этот гаечный ключик и там будет написано сброс всех настроек камеры сброс всех настроек камеры Вот, все, жми, не бойся, там будет написано, камера занята, подождите, жми, окей, то есть ты не форматнешь ни флешку, ничего не произойдет, но что случится, то есть у тебя станут заводские настройки на твоей камере, если ты вдруг там что-то накрутил, или тебе там брат, друг, сын покрутил, да, что-то, и ты понимаешь, что камера твоя глючит, делай сброс. Вот, после этого я рекомендую, конечно, зайти в качество, в самое основное, там где качество, где размер RAV, где M-ка половинчатая, да, то есть вот где настройки по качеству, и поставить себе RAV, потому что после этого всегда слетает на JPEG, если ты снимаешь в RAV, либо RAV плюс JPEG, то есть зайди поставь обязательно, вот, и я надеюсь, что тебе этот метод поможет, если не поможет, попробуй, попробуй, хорошо, и у тебя там лица еще были зеленые, можешь делать еще в балансе, у тебя там, посмотри, ББ, какой стоит авто, может поставь тучку, не знаю, 6000 или сколько. Ой, спасибо огромное, если что, пиши в личку, хорошо? Так, друзья, привет, еще раз привет, тема косметика, нет, тему, а мы взяли билеты в Россию, когда, спрашиваете, мы взяли билеты, летим уже скоро домой, через две недельки, я, можно, не буду говорить дату, потому что у меня могут смотреть родители, вот, хотя я надеюсь, что они не будут смотреть этот эфир, не выдавайте, ладно, мы хотим сделать маленький сюрприз, то есть мы сказали им одну дату, а хотим пролезти чуточку раньше, вот, скоро, уже через две недельки мы будем дома. Привет, 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 девочки, привет, я сто лет, вот, прав, сто лет, вот, как раз, Анюта, ты пишешь, да, я тоже очень рада вас всех видеть. Знаете, мы тут, у меня во Флориде, вот, просто бывает такое, что здесь постоянно кидает, здесь в таком, такое состояние, либо ты на диком релаксе, потому что, вот, все, знаете, вот, все, здесь очень медлительно, все, здесь никто никуда не торопится, здесь океан, пеликаны, здесь просто такой релакс, и у меня бывает, что я просто, я не могу, конечно, себе позволить день просто лежать, но бывает такое, что вот на несколько часов у меня нет сил, я упаду где-нибудь на диване с телефоном, либо с каким-нибудь фильмом, и просто я, и пусть весь мир подождет. У меня такого не было очень много лет, очень много, я вообще, когда пахала как конь, я забыла, что такое выходной, то есть у меня даже не было выходных, чтобы, к примеру, там, на дни рождения куда-то, вот, у меня всегда муж ездил с ребенком, и говорит, солнышко, я не могу, у меня нет возможности, то есть я в армии, как говорил Гондопас, да, запрягла себя, и сейчас, ребят, протру что-то, у меня камера немножко, вот, и сейчас я, наверное, вот эти вот полгода отрываюсь, есть такая, здесь либо-либо постоянно ты занят, куда-то бежишь, путешествуешь, потому что мы очень много стараемся покататься, все увидеть и насладиться жизнью, вот, поэтому я не выхожу в эфир, редко выхожу в эфир, поэтому меня сильно не ругайте, хорошо, еще тяжело мне вести просто два аккаунта, надо и здесь написать, и там написать, а еще, конечно, у меня мастер-классы, да, которые мы тоже готовимся, план у нас по развитию, плюс вообще очень много таких еще crazy идей в голове, поэтому на эфир не остается времени, поэтому очень сильно не ругайте. Она новая, в общем, ничего не крутила, но попробуй сделай, да, попробуй сделай, попробуй сделать сбросок. Угу, в Раве стоит, замечательно. Это вся информация для зеркалки? У меня был эфир сегодня по зеркалке, секундочку, сейчас, секундочку, я уберу вот этот блик. Не поняла, это вся информация для зеркалки? Это вы про что? Это вы про что, ребят? У нас не было сегодня темы эфиру про зеркалку, да, то есть информация, просто у меня Светлана задала такой вопрос, да, задала вопрос, у нее там лица зеленые, что-то с камерой стряслось, и я посоветовала сделать сброс настроек вся. Что там по поводу Марокко? Вот смотрите, хотели сегодня анонсировать этот тур, но сегодня анонсировать его не будем в связи с сложившимися ситуациями. Кому надо в личку, я в личку сброшу, но пост писать на эту тему не буду пока, вот, я думаю, что все меня поймут. Вот, а через день, через два, хотя информация готова, и ссылочку сброшу ВКонтакте, кому интересно, там полностью все расписано, полностью по туру, по стоимости. Мы летим туда в октябре, тур будет на маленькую группу, где-то 12, максимум 15 человек вместе с нами. У нас будет там, по-моему, 6 дней, где мы будем снимать в различных городах Марокко. Скажите, ограничения в возрасте для творческих визах есть? Я не слышала такого ни разу, не слышала, нет, нет, не слышала. Но мне кажется, нет, если ты, к примеру, научный деятель, да, и неважно, пусть тебе там 80, да, но ты пишешь статьи, и ты в разуме, и ты достоин здесь работать, почему бы и нет, нет. К слову о девочках. Очень хочется уменьшить вес техники. Хочу перейти на Nikon 610, на беззеркальную. Стоит ли? Выбирай между Nikon и Sony. Мне очень сложно сказать по Nikon. Судя по тому, что тенденция, рынок весь, вы видите, все, вся бежит на Sony. Я, знаете, как могу сказать, Nikon классный репортажник, да, а Sony это новая мода сейчас, вы видите, как меняется рынок. Мы просто, я, мы также дружим с ребятами, кто дает мастер-классы сейчас, допустим, в России, да, в данный момент. И я просто периодически звоню и говорю, ну что там, как дела, как обстановка вообще, что случилось, они говорят, Эрин, все, художественная фотография умирает, умирает. То есть, ну, не знаем, как долго это все осталось, но останется еще нам, да, вот эти все наши суперобработка, глубина, мальчик с собачкой. То есть, ну, как бы это еще такие, знаете, отголоски, конечно, будут идти, но в основном сейчас нужна новая фотография, нужен ловстайл. Вот, и вам поможет в этом Sony, то есть, я не агитирую, мне никто не платит, я сама по сей день не на Sony, вот, но если бы я сейчас выбирала, я бы Nikon не брала, честно. Я в какой-то момент отказалась от Nikon, она сама в пользу Canon, вот, и я, конечно, Canon вряд ли продам, если я сейчас Sony приобрету, у меня есть такие мысли, просто для travel, для путешествий, потому что мне тяжело тоже таскать для каких-то моих личных влогов, да, видео снимать, конечно, я, наверное, приобрету, да, но вот решать, решать, конечно, вам, но я бы обратила внимание в пользу Sony. Вот, почему? Потому что рынок меняется. Спасибо, отлично выглядишь. В Испании тоже все живут до завтрашнего дня. Как считаете, можно ли стать топом фотографом в своем городе, если ты не совершенно... Да, конечно же, однозначно, то есть, а при чем здесь возраст? При чем здесь возраст, знаете, здесь часто мне пишут такие вопросы, говорят, Ирина, можно ли я работаю в офис, можно ли мне начаться... Ясенька, солнышко, дай мне, пожалуйста, Powerbank. Сейчас, или я попробую, ребят, секундочку, попробую, Powerbank у меня... А дай беленький, по-моему, где-то был беленький. Сейчас включу свет. Немножко вам... Как светло стало. Немножко наш бардак. Наша американская квартирка. Сейчас, секундочку, я сядю, да, мне у меня просто 15 процентов. Или я тогда... Ребята, я сюда тогда в компьютер сяду. Не смог. А, ты уроки делаешь? Да. Сори, ребенок делает уроки. Так, а где-то у меня зарядка была. Давай тогда сюда подключусь, Зай. Вот, давай я здесь на диванчике сяду, вот здесь включи мне, пожалуйста, котенок. Ребят, просто 15 процентов. Переходник... Так, по поводу возраста. Вот так нормально, да, все нормально, видно, слышно. По поводу возраста абсолютно здесь все зависит от вас, от вас самих. И неважно, там, 18 тебе или 45. Мне часто тоже пишут, а не поздно ли, к примеру, я там только... У меня там увольняться с банка, да, всю свою жизнь работаю там-то. Не, не поздно, все зависит от вашего желания. Сейчас, секундочку. Все, ребят, я с вами. Ура-ура. Ты серьезно? У тебя этого нету. Блин. Сейчас. Яся. Танюшка, привет, привет, Испания у меня на связи. Привет, привет, Аликанте. Танюш, кстати, как вопрос, виза для талантливых людей есть ли в Европе? Расскажи, пожалуйста, тоже очень интересно. Это сейчас прям тренд, переходить на беззеркалку. Так, хоть немножко отдохнешь, наберешь сил. Да, уже отдохнула, да, вся пошла зарядка. Все, спасибо. Ребенок, спасибо огромное. Пожалуйста. В итоге тоже тушка и объектив почти так же по весу, да. Да, соглашусь. Так что, если вы меняете только из-за веса, может быть, не стоит. Привет, добрый день, привет, привет, привет. 9 мая будем отмечать, конечно, однозначно. Какие тренды. Да, интересно, что будет в будущем фотография. Вообще сложно сказать, сложно сказать, что будет в будущем. Будем смотреть, будем наблюдать. Но тенденции, я проводила эфир, марафон какой-то на эту тему. У меня были даже слайды, программы. По-моему, на ютубе, да, я заливала этот ролик про тренды. Сейчас будет в моде натуральность, естественность. Соответственность, то есть, вообще, конечно, я хочу сделать такой проект. Я очень надеюсь, что у меня получится его осуществить. И снять людей, снимать людей, такие, какие они есть. Знаете, без прикрас. Мы же все равно, мы стараемся готовиться к нашим съемкам. Стараемся разодеться, обуться. Мейкап такой, чтобы тебя не узнали. Фотошопа столько, что, знаете, вот лицо за элитой партитуры, там вообще и просто вот, и беда полная. Да, непонятно, ты или не ты. Вот, хочется сделать съемки какие-то такие. Знаете, вот снимать женщины в естественных условиях, настоящих, такие, какие они есть. Только видеть в них красивый ракурс, подчеркивать эту красоту. Вот, и я думаю, что все, конечно, все идет к этому. Почему? Потому что в Америке и в Европе именно так. Корова. Замечательно. Так, давайте дальше. Ой, нет вопросиков, да? Приятно познакомиться. Че, ты делаешь? Делаешь уроки? Зайчка, иди немножко расскажи что-нибудь по-английски, да? Что-нибудь поговори, у меня там 156 участников эфири. Ребят, можешь? Доделаешь уроки. Расскажешь что-нибудь на английском? Ты мне это не причесалась? Нет. Я только проснулась. Знакомьтесь. Это дончик. Знакомьтесь, моя Яся. Яся, расскажи что-нибудь на английском. Что? Ну, что-нибудь. Ну, расскажи, расскажи, поговори чуть-чуть, скажи, какой сегодня прекрасный день, как у вас дела, ну, без разницы. Today is so good day and I'm so happy. Ребят, можете, да, можете написать какие-нибудь вопросы, Яся. Яся с вами побеседует на английском. Мы пока еще не так можем. Мне кажется, наоборот, сейчас так много Алла вставил, что художественное фото должно цениться еще больше. Поживем и видим, ребят. Поживем и видим, как будет. Отлично. И видно, и слышно. Спасибо огромное. Как у вас дела? How are you? Nikon без зеркалки тоже супер, замечательно. Да, кстати, Nikon лучше, чем без зеркалки, чем Кеннон. Какой критерий у талантливых людей? Чудесно выглядишь, светишься. Спасибо огромное. Какой критерий? Ну, вот я проводила сейчас эфир на эту тему. Долго рассказывала. Там прям как раз по пунктам. Прям посмотрите, пожалуйста, в эфире Super Photographers. Я рассказывала там прям по пунктам. Там 10 критериев, по которым вы должны соответствовать. Если хотя бы по трем соответствуете хорошо и качественно, то вы пройдете. А лучше, конечно, все 10. Хотя бы 5-6, чтобы у вас были. Ну, конечно, сложно. Вот я сейчас проводила эфир, рассказывала. И ребята писали, какой-то это квест. Это тяжело. Это не так просто все, как кажется. Но сложно. Привет из Самары. Привет, я скоро буду в Самаре. Привет из Екатеринбурга. Ждем вас на МК в сентябре. Буду-буду. И Екатеринбург тоже будет в списке. Какой лучше выбрать 6D Mark II или Canon 5D Mark IV? Однозначно второй вариант. Однозначно второй. Вообще, конечно, 6D не берите. Многие мне пишут, они же говорят, это же как? Это же Mark III, но это 6D Mark III. Это не 5D. Я бы лучше взяла Canon 5D Mark III, чем 6D Mark II. Почему? Потому что, например, я вот снимаю, у меня стиль съемки такой. Я в последнее время мало что выкладываю профессионально, но поверьте, у меня есть на то основания. Очень много материала в наработках, у меня есть что выкладывать, но пока пусть будет так. Я чуть позже тоже расскажу, почему и по какой причине, потому что вы тоже в личку пишете. Значит, почему? Потому что, к примеру, у меня по стилю съемки я в основном снимаю на открытую диафрагму. Открытая диафрагма, и даже если на солнышке, то есть у меня картинки такие светлые, легкие, воздушные, весь жестких теней. И чтобы так снимать, я делаю выдержку 8000. 8000 на солнышке. А в 6D у вас максималка 4000, увы, сори. Поэтому берите Canon 5D Mark III или 4. 5D Mark III или 4, они особо сильно отличаются. Допустим, ну там добавились функции сенсорный экран, там, допустим, Wi-Fi. Есть какие-то такие, знаете, вот легкие такие преимущества, но по картинке, что трешка, что четверка, меня вполне устраивало. Но второй не очень устраивал. Кто-то меня там, я помню, в каком-то эфире я сказала на эту тему, говорит, сейчас Настя будет тебе там писать из Германии, она очень любит 5D Mark II. Ребят, если любите, ради бога, я же никого не агитирую, просто я рассказываю свое мнение. Когда у меня, я довольно-таки много лет, долгое время свадебщик, я когда работала свадьбами, активно занималась, я работала именно Canon 5D Mark II, у меня их было много. Я всегда бела сама с двумя тушками. У меня муж ассистентом подрабатывал на свадьбе, тоже помогал. И мы работали именно на 5D Mark II, но когда у меня появилась первая тройка, мои все двушки вообще лежали, я их даже трогать не хотела. Почему? Потому что они там запылились, потому что я это не хотела даже брать в ручки картинки, в руки, потому что картинка была хорошая, да, то есть, ну, сколькими трудами она добивалась. Почему? Потому что 85, 1,2 медленная линза, Намаров 2, точек фокусировки 9, да, не 61, как сейчас на третьем. Так что вот, все на любителя. Я бы лучше взяла три или четыре. Да, поэтому многие не хотят ходить на съемки, потому что много надо готовиться. Классная тема, Риш, думаю, твой проект отлично зайдет. Вот замечательно. Вот, дай бог, конечно, очень хочется. 85, 1,4 тяжелый, тяжелый, да, согласна. У меня 85, 1,2. Это еще предыдущая версия, старая, тоже тяжелый. Но он стоит того. Я тоже туда-сюда с этими цветами в обработке пришла к выводу, что натуральные цвета, это круто. С какой камеры начинать? Посоветуйте, пожалуйста. Тут начинать можно с любой камеры, ребята. Было бы желание, то есть, надо сначала определиться, что ты хочешь снимать. То есть, у меня просто сейчас на страничке очень много новеньких, очень много молоденьких, наверное, мам, кто только-только начинает свой путь фотографии. Вначале просто поймите, что вы хотите снимать. Если вас тянет именно к детской фотографии, вы фотографируете дома, на телефон, не выпуская из рук, фотографируете своего малыша, и вам хочется, ну, допустим, в декрете в чем-то себе проявить. Вы понимаете, что вам нравится заниматься фотографией. Почему бы не использовать, да? Но, конечно же, на телефон и на фотоаппарат разница большая. То есть, я не рекомендую сразу бежать. И если есть свободный бюджет, если есть деньги, конечно, можете позволить себе купить сразу пойти нужную камеру и пробовать работать. Но для начала можно, знаете, можно взять у друзей, если есть зеркалка. Попросите на выходные. У меня вот именно такой же выход был впервые там вот 10 лет назад. То есть, мы взяли у друзей зеркалку, и у меня башню снесло за выходные. Я поняла, что же я хочу делать и чем я хочу заниматься. Вот. Можно взять в прокат. Можно, к примеру, там начать с какой-то базовой, с базовой камеры. К примеру, когда вы фотографируете на телефон или на мыльницу, да, и впервые в руки возьмете даже, пусть даже Nikon D3000, да, с китовым объективом, вам будет казаться, что вы делаете шедевры. Почему? Потому что, ну, это круто. Хотя, есть другая ситуация. Очень многие покупают камеры и профессиональные. Им кажется, что они сейчас делают такой шедевр просто фотограф уровня бога. На самом деле, ничего не получается. Получается, что надо разбираться в настройках. Получается, что говнище какое-то получается, да, ничего не горит. Нет, ничего не горит. Нет, красивой какой-то фотографии. Поэтому тут надо еще, да, в первую очередь, определиться, кого ты хочешь снимать, что ты хочешь снимать. Попробовать вид деятельности. Может быть, это будет свадьба, может быть, будет репортаж, банкет, может быть, Кристина, может быть, венчание восторгнет, а может быть, ню фотография, может быть, вы еду будете суперпрофессионально фотографировать. То есть надо понять, надо потестить. Просто берите любую камеру, наверняка дома есть какая-то камера, любая, неважно какая. Просто берите и щелкайте, и проверяйте, сливайте, смотрите на компьютере, что вам доставляет удовольствие. Есть ли те работы, от которых вам не хочется идти ложиться спать, к примеру, вам говорят, иди спать, а тебе, ты не думаешь о том, что тебе надо работать, а ты думаешь, что, блин, быстрее бы, быстрее бы все уснули зубами к стенке, а я пойду к компьютеру, что слить я фотографии, что-то поковырять, что-то там поизучать в фотошоп, что-то где-то, знаете, вот когда вот есть, или там побежать просто фотографировать травки, козявки, макро, да без разницы. Вот если есть тяга к этому, то есть вот тут надо просто себя проверить, но это долгий путь. То есть сразу не будет такого, что... Нет, мне кажется, ни одного фотографа, кто сразу родился и сразу понял, что он хочет фотографировать. Может быть, и есть, но я, может быть, и ошибаюсь, но маловероятно. В основном, конечно, мы все пробовали, мы все себя искали. И бывает такое, что, к примеру, сегодня тебе нравится один вид фотографии. Вот, допустим, довольно-таки долго, я говорю, я занималась свадьбами. Когда мне свадьбы поднадоели, мне было тяжело, потому что для меня это уже была рутина, это было ремесленничество. Я честно об этом говорю, я признаюсь. Я зарабатывала на этом деньги, то есть на это жила моя семья, то есть у меня были постоянно свадьбы, 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 свадьбы. И когда-то я просто поняла, что надо работу сдавать, деньги быстро съелись, а надо сдавать-сдавать, и все пишут, а где съемки, а слышат мои фотографии. И я поняла, что это не творчество, это не то, что я хотела. И я стала думать, что же будет через 5 лет, а что же будет через 10 лет, куда дальше. В 45 я буду бегать там опять по свадьбам и понимать, что это просто мне надо заработать деньги для того, чтобы прокормить мою семью. Нет, я стала задумываться. И мне стало интересно, я, конечно, фотографировала своего ребенка, но детские съемки мне не приносили особый доход. Я стала делать творческие проекты. Вот я говорю, одни из первых. Я много рассказывала на эту тему. Мы делали какие-то классные проекты. Я собиралась с девчонками, со знакомыми. Одна у меня была мой администратор, которая принимала заказы и помогала на съемке встречать моих, допустим, моих клиентов. Угощала их пюрешкой, печеньками. Вторая была типа декоратор, моя подруга Наташа, которая помогала мне что-то где-то крутить, веночки. Муж таскал какие-то, мы там домики, гномики все строили, пилили, вырезали, крестиками вязали. В общем, было очень много всего интересного. И эти проекты были бюджетные, они там были по тысяче рублей. У нас уходили все эти деньги, к примеру, поначалу уходили только на наш реквизит. Но это настолько доставляло удовольствие, вы не представляете, без сил, без ног, просто потные, грязные, вонючие. Вы дома сидите, вы просто там снимаете вот эти детские проекты на конюшне. От вас пахнет тоже конем, хрюшки вокруг бегают. Денег вы не заработали, но у вас такой кайф. Вы просто, у вас болят ноги, у вас нет сил даже камеру поднять, но флешки у вас переполнены. И вы понимаете, что вот этот кадр шедевр, и вот этот классный, и вам хочется выложить и вот это, и вот это. И вы понимаете, насколько вот этот драйв, насколько вы просто хотите мыслями. То есть все тело говорит одно, а вы хотите летать. Вот эта благодарность ваших клиентов, когда они получают вот этот заряд эмоций на съемке. Когда они просто видят, насколько вы даетесь делу. Когда вы там 30-летнюю тетя наползаете просто в траве, мяукаете, кукарекаете. И вам от этого кайфово просто до слез. Вот просто, знаете, кому скажешь, наверное, мы больные, может быть мы больные, потому что я иногда на съемке на семейной, когда я начинаю работать с ребенком, я стараюсь отделить себя от клиентов, чтобы меня не видели взрослые папы. Да, на самом деле, как вот взрослые тети там может превратиться в ребенка и просто быть крейзи. Вот, поэтому тут вот меня штырило именно от таких съемок. Я зарабатывала деньги свадьбами, но я отдыхала на детских семейных. Я постоянно себе что-то придумываю. Вот такой проект, да вот такой проект, а вот эту съемочку. А сейчас я хочу стремянку, а сейчас мне надо дом паровоза, мне надо коня, а мне надо единорога, а может быть мне там, не знаю, танцующего енота, господи, чего ж только не было. И меня штырило от этих съемок, и я любила это все. Потом, естественно, цены мы стали поднимать и на проекты, и проекты были другого масштаба. Я как бы обросла командой, творческая компания «Дом сказок», открыли свой офис, и цены были уже другие. Мы зарабатывали уже на детской семейной фотографии. И потихонечку, когда я уже ушла в преподавание, я понимала, что мне нельзя одной попой сесть на 10 стульев. Мне хочется и свадьбу снимать, мне хочется и детским семейным фотографом быть. И все, но это нереально, и поэтому приходилось выбирать. Я потихонечку стала, да, потихонечку стала давать позиции именно в свадебной фотографии. Потихонечку, я, вообще мне всегда казалось, свадьба – это очень хороший доход. И когда вы, к примеру, уже влились в роль, в этапы фотографа вашего города, и у вас идут постоянные заказы, очень сложно отказаться от этих денег, очень тяжело. И было сложно. Мне казалось, что я свадьбу никогда не брошу, потому что реально был очень-очень хороший доход. Но бросила, потихонечку бросила и ушла в преподавание. Сейчас, вот на данный момент, еще раз говорю, я в Америке, когда мне многие говорили, Ирина, Ирина, да что, ни в коем случае, ты сейчас на волне заработывай бабки. Да, Ирина взяла и срулила в Америку. Почему? Потому что, опять-таки, надеюсь, да, ненадолго, но ушла от этого направления, хочет чего-то дальше. И поэтому я говорю, ребят, если вы пришли в сферу автофотов, да, я просто очень много в автобизнесе работала, когда вы пришли в просто фотографии, вы просто, у вас цель единая, вы хотите заработать бабки. Это хорошо, но это неправильно. У меня тоже была такая цель, потому что, кто читал мою личную историю, я писала, что я осталась одна с ребенком на руках. И у меня была цель заработать, купить квартиру. Была такая цель, конечно, я не кривлю душой, но помимо этого был драйв, был кайф, и было что-то такое внутри, которое просто не передать словами. Но вот в эфире в основном творческие люди, я думаю, что вы меня поймете, когда тебя просто колбасит. Когда тебе говорят, Ирина, куда ты побежала, на какую съемку? А ты в двери, там, муж тебя ловит, за уши оттаскивает, и ты говоришь, а, я опять для души, там, понимаете, это все это маньячество какое-то. Вот, именно вот когда вот есть это маньячество, то есть пойдете, вы пойдете дальше, дальше, и дальше, и дальше. Вот, если все мерить по деньгам, если вы просто пришли только заработать деньги, ненадолго вас хватит, потому что гораздо проще, Я постоянно об этом говорю, гораздо проще выйти куда-то в офис, в банк, отработать до 6 вечера, там с 10 до 6, посидеть, знаете, мозг отключил тумблер, так отключил, и все, ты не думаешь о работе. Ты пришел домой, занимаешься ребенком, ты занимаешься там какими-то другими вещами, но не думаешь абсолютно о фотографии. А если ты фрилансер, если ты фотограф, конечно же, ты с утра до поздней ночи будешь думать, какой новый родить проект, а может быть, эту девочку вот сюда, в эту локацию, а может быть, тебе вот этого сотворить. А, твои конкуренты тебя обгоняют, что-то они-то делают новое, тебе надо что-то дальше, и ты постоянно в этой гонке, и ты постоянно пишешь эти посты, потому что, ну, как бы без продвижения ты не коммерческий фотограф, ты можешь фотографировать для себя, а деньги-то где? Если, тем более, ваш муж вас вкладывает, вы простите, что я так включилась и прям поперла, поперла, сейчас расскажу, отвечу на ваши вопросы. Просто очень часто мужья наши думают именно не так, как мы, да, если, к примеру, он вас вложил, подарил вам камеру, сегодня объектив, завтра, послезавтра еще что-то, да. Дай бог ему здоровья, да, такому мужу, и просто на него молиться надо, но рано или поздно мужской мозг начнет считать, он будет понимать, а где же оправдание, да, вложений. То есть он видит, что женщину все больше сносит, женщина все больше дома еду не приготовила, полно вещей, которые валяются, да, ребенок брошенный, она с ним не засыпает, она засыпает с фотошопом, да, и нафига нужна такая жена, получается, да. То есть он в нее вкладывает, а она еще от нее отдачи никакой нет, вот, тем больше он ее потерял вообще, она все ушла, все в фотошопе. Конечно же, это трагедия для семьи, как я говорю, мать фотографа, это трагедия для семьи, вот, но если, да, если будет финансовая отдача, то и, в принципе, муж будет мыслить иначе. Есть такая, на меня смотрит. Так, с какой камерой начинать с любой, еще раз ответила на вопрос, с любой камеры было бы желание, с любой, вы потом поменяете одну, вторую, третью, как только вы почувствуете, что вы из этой камеры выросли, что глаза ваши видят одну картинку, а вы фотографируете, у вас нифига не получается, вы видите совершенно другое, и какие бы вас настройки не крутили, у вас совершенно другая картинка, конечно же, вам надо будет менять или камеру, или объектив, то есть не обязательно камеру, если, так говорю, картинку рисует объектив, то есть линза, линза. Так, секундочку, как выбрать направление, какое снимать, пробовать, еще раз говорю, пробовать разные, привет, Ясенька, welcome, привет, Януся, Янусь, тебе привет, так, сразу вам бюджета на Canon, Sony не поменяешь. Да, ребят, смотрите, конечно, вечная гонка, когда вот я, я всегда тоже говорю, то есть будь ты хорошим специалистом, неважно, какую технику ты снимаешь, если вы обросли техникой, к примеру, у вас парк объективов на Nikon, да, или на Canon, и вся толпа побежала снимать на Sony, и вы туда же, вы думаете, что вы на Sony, сейчас купите Sony, будете топовым фотографом, да не будете, научитесь вы на ту снимать, на технику, на которую вы снимаете, хорошо, и тогда попрет, да, главное, чтобы на ваша внутренняя искра была, вот, обижать бездумно, завтра они вон Fuji, а вся Америка на Fuji снимает, да, и что, и как, да, послезавтра еще что-то новое выйдет, и будете вечной гонкой, вы только будете успевать продавать и покупать, а развитие-то где? Яночка такая умница, да, спасибо, чудесная девочка, на мою дочь, похоже, она уроки сейчас учит, мы на российском образовании онлайн, я вот часто рассказываю, да, сейчас учит уроки. Через год будет болтать не остановишь, да, надеюсь, надеюсь, очень хочется, конечно, очень хочется. Добрый вечер, расскажите, пожалуйста, что будет с новой программой, чем она будет отличаться от предыдущей, давайте расскажу, да, привет, привет, хорошая тема, и знакомые люди, Катюш, привет. Новая программа, конечно, знаете, я не изобрету, сразу говорю, не изобрету велосипед, почему, потому что если я снимала, к примеру, на Кеноне, я буду снимать на Кеноне на мастер-классе, я не приеду к вам с Fuji, вот, если я снимала всегда на 1.4, и стиль моей съемки такой вот сказочной работы, фотографии такие сказочные, конечно же, я стараюсь снимать что-то стильное, современное, интересное, тем более за последние полгода я поднапиталась Америкой, у нас будет, у нас будет что-то такое, чего еще я не делала раньше, то есть, конечно же, в программе, насколько вы знаете, в мастер-классе мы всегда даем большую практику, то есть, это идет и детская съемка, это какая-то и сказочная съемка, и love story, что-то стильное, интересное, то есть, съемок будет несколько, но одна из них, возможно, две, будет уже немножко с таким американским уклоном, это будет что-то стильное, будет интересное, не то, что раньше. Вот, что касается программы, программа будет больше направлена про обработку, конечно, не знаю, всем интересно про обработку, я буду показывать, ребят, но я не буду учить, если вам хочется изучить фотошоп, просто, знаете, маска-слой, допустим, частотное разложение, это не ко мне, ради бога, не приходите ко мне на мастер-класс за этими вещами, это вот просто открываете Google, открываете YouTube, и все у вас там будет, я буду преподавать не это, то есть, у меня программа направлена на мотивацию, конечно, будет, обработка будет, но я буду делиться своими экшенами, как я делаю быстро и четко, и вот самое главное быстро, я работаю плагинами, и в последнее время, вот чем дальше, тем больше, то есть, вообще просто, это там два притопа, три прихлопа, то есть, я покажу, как это делать быстро, я поделюсь своими методами, которые будут делать быстрый хороший результат, да, и работа с кожей, работа с какими-то другими, фишечками, да, в фотошопе, в основном это будет, в основном это будет быстрая обработка с моей, с моей помощью, дальше будет программа именно по мотивации, для того, чтобы вы встали, пошли, что-то начали делать, то есть, я очень надеюсь, что мне хочется давать другую программу, хочется давать что-то новое, для того, чтобы зажечь в вас искру, да, чтобы она не гасла, чтобы вы просто, чтобы было дикое желание что-то изменить в вашей жизни, а я думаю, что у меня это обязательно получится, вот, так что, конечно, да, маркетинг, продвижение, без этого никуда, вы видите, что это неотделимая часть нашей профессии, поэтому этот блок по маркетингу, по продажам тоже будет обязательно, вот, какой купить компьютер, ноут нужен, компьютер, компьютер такой, чтобы он просто тянул, чтобы мощность позволяла фотошопить ваши работы, да, чтобы он вас не напрягал, и чтобы вы не бесились сидя за фотографией, когда он постоянно вылетает, когда вы открываете какие-то плагины, они слетели, вы беситесь, вот, простой ноут не покупайте, это есть, есть ноутбуки, есть, или просто мониторы с IPS-матрицей, берите с IPS-матрицей, но довольно-таки долго я рекомендовала мониторы Dell, у нас и в агентстве всегда они стояли, и дома у меня были мониторы Dell, хорошая достойная цена-качество, мне они очень нравятся, к сожалению, сейчас у меня нет, вот мы купили iMac огромный и MacBook Pro у меня, но сказать о том, что я прям вау, как довольна, счастлива, да, сколько мы, 4,5-4,800 тысяч отдали за этот iMac, но я не могу сказать, что я пипец как счастлива по сравнению с моим Dell, да, и меня Dell абсолютно устраивало, да, поэтому, поэтому, может быть, не сильно дорогой, проанализируйте с IPS-матрицей, то есть системный блок, чтобы тащил это все, да, с хорошей памятью, с оперативкой и хороший монитор, на котором можно работать. Желательно, не берите глянцевый, я тоже про это рассказывала не раз, потому что в глянце, в черных деталях, то есть когда экран черный, вы будете видеть сами себя, это будет сложно для фотошопа. Вот, здравствуйте, была ли у вас акклиматизация? Не было, мы сюда приехали осенью, погодка была такая, что вы видите, мы из лета, то есть осень была там, мы сюда влетели, но может быть, да, конечно, погода сильно отличалась, Атлантика, тепло, но мы приехали в зимний период, а в зимний период здесь мы вечерами даже и кофточки одевали, и купались, конечно, в океане, но купались редко, акклиматизации не было. А сейчас, если бы мы прилетели, допустим, из зимы сейчас, в местную погоду сейчас, я бы застрелилась, реально, это было бы очень тяжело. Я думаю, приехать на месяц к друзьям и думала взять пару съемок, теперь думаю, насколько это страшно вообще после вашего эфира, малость напугана. Ребят, смотрите, если вы не планируете получать здесь никакую визу, если вы не хотите, чтобы вас там потом пробивали и проверяли, да, конечно, никто не мешает, приехала, как это многие делают, да, срубила баблишко и уехала, смоталась и больше, но не факт, что в следующий въезд, еще раз говорю, американцы в этом отношении молодцы, не факт, что в следующий въезд вас просто впустят, они просто без обоснования причины просто вас развернут в аэропорту и вы вылетите домой, так что вот, если есть наметки на дальнейшую работу, не делать неправильно. Немножко на английском, сейчас, секундочку. Какие курсы вы заканчивали в начале пути, как начали снимать и как искали? Давайте расскажу, просто, да, наверное, очень много. Поставьте сердечки, кто мне новенький в моем эфире. По поводу курсов. Я самоучка, у меня довольно-таки долго, когда я начинала, в 10-м году гром гремит, у нас гремит гром, так классно, ливень идет, да? Прикольно, во Флориде ливень. У нас настало лето и пошли дожди. Вот мы сейчас, как раз сейчас каждый день будет идти дождь, каждый день, то есть вот такое вот будет здесь лето. А сезон здесь, наоборот, с октября по апрель. Ясик, иди что-нибудь тоже расскажи на английском. Сейчас расскажу, да, про курсы. Ну, на английском что-нибудь или на русском. Может, да, может, есть какие-то вопросы? По поводу курсов. Я самоучка, когда я начала в 10-м году, не было вот информации, я часто про это рассказывала, не было, где ее взять. То есть у нас были фотографы, к примеру, свадебщики в нашем городе. Но, знаете, если бы вдруг кто-то, никто не делился, вот не было каких-то, представляете, Инстаграм в 10-м году, и бесплатные марафоны, где куча спикеров выдает свою бесплатную информацию, я бы просто, вы представляете, я стартанула бы через месяц просто. Почему? Потому что раньше я не могла бы написать, слышь, ты, как ты фоткаешь, какие у тебя ISO, выдержка, диафрагма. Сейчас везде, во всех эфирах все это говорят. У меня нет никаких секретов. Я уже очень много лет подряд, я все рассказываю, мне на страничке показываю. Бесплатно провожу эфиры, марафоны. Смотрите, зайдете вот сюда, делаете вот так, нажимаете на эту кнопочку, получаете вот так. Раньше вообще этого не было. И мне было неудобно кого-то спросить, как он снимает, на какую камеру. Ну, это сейчас, да, сейчас он все прям бездрасте просто пишет, и стараешься тоже все равно всем отвечать. Вот. Но это мой путь, это был метод проб и ошибок. То есть у меня была первая камера Nikon D3000. Я об этом тоже писала, как-то и рассказывала, и не раз рассказывала. То есть у меня был развод, была жуткая депрессия. Фотография меня очень сильно спасла. Я не думала о личном, я просто уперлась в работу. Естественно, конечно, очень скоро меня эта камера, через полгода она меня перестала устраивать. Мы купили новую линзу. Мы потом со временем, когда я стала понимать, что я хочу заниматься свадьбами, коммерческой съемкой, я уже приобрела себе хороший фотоаппарат Canon 5D Mark II. Но опять-таки у меня, еще раз говорю, не было возможности, чтобы я, знаете, достала из правого кармана. Я жила в маленьком городе. Я приехала к ребенку, с ребенком на руках, к родителям, в область. Маленький городок, поселок, да. И когда мы купили камеру за 120 тысяч рублей, у меня не было этих денег, у меня не было в правом кармане. Здесь 120, 150 я достала и пошла купила. Не было такого. Почему? Потому что кто мне их дал? Никто. Я написала бизнес-план. На тот момент была такая программа, поддержка малого бизнеса. Мне там было оформиться ИП, как год, существовать как индивидуальный предприниматель. И мне государство дало 58 800. Вот эту сумму. Но не просто так дали. То есть, естественно, много пугали. Мне говорили, Ирина, надо написать бизнес-план. Надо идти на курсы. Да ты не защитишь свой диплом. С какой стати, с какой перепугой, какой ты фотограф. Но я фотографировала и заказала тогда маленькое портфолио. У меня была книжка «Портфолио 2010». И я написала бизнес-план, где я просто все свои желания, все, что у меня было, я написала. Я не ходила ни в такие подготовки. Написала о том, что я хочу быть детским семейным фотографом у нас в маленьком городе в Балахне. Но у нас не было никакой студии. И чтобы наши детки, к примеру, это час езды до Нижнего Новгорода. Там тогда появилась первая студия полипропилена. По-моему, 11-й год что ли был. Не помню. Да, в 11-м году у меня появилась КНМ-5ДМАРК-2. И я написала, что мне не хватает, у меня плохая техника. Мне очень хочется фотографировать детей. Я в дальнейшем планирую открыть фотостудию в нашем родном городе. Я хочу фотографировать деток. И прикрепила вот это свое портфолио, приложила к этим документам буквально через несколько дней. Без всякой защиты, без всего. Мне просто позвонили и сказали, «Ирина, ваш бизнес-план одобрен». Представляете, я тогда тоже государство просто так на халяву дало. Вот, 11-й год, начало 11-го года, 58 тысяч 800 рублей. Просто так, да? Ну, просто так ничего не бывает, да? Я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Я купила за 120 тысяч рублей. Мы тогда продали все, что у меня было в Никоне. Может, еще там что-то я продала, я не помню. Я всегда мужу говорила, «Мне не надо никаких шуб, мне вообще ничего не надо. Мне надо камеру, мне надо линзу, мне надо объектив». Я хотела просто фотографировать. И я поняла, что я же, понимаете, 11 лет назад, когда я пошла на свадьбы, я не спрашивала, «А какой мне вид съемки выбрать? Как мне сделать так, чтобы через 10 лет я оказалась в Майами?» Ребят, вообще не было таких планов, не было. Я просто, меня просто колбасило того, что я фотографирую, мне это нравилось. Сейчас, секундочку. И родственники, друзья, когда мы там кому-то говорили, что мы купили за 120 тысяч рублей камеру, представляете, это, конечно, нас крутили все у виска и говорили, что мы больные, что реально жрать-то нечего, а мы за 120 тысяч рублей камеру. Ясь, ясь, у меня маленькая была еще, малышка была совсем. Мало что знает, наверное, в этой теме. Ну, в общем, как-то так потихонечку, вот я вам рассказала свой путь, как с чего начинала. Я сфотографировала сама методом проб и ошибок. Я сливала свой материал. Я листала форумы всякие разные. Я выкладывала свои фотографии на нижегородские порталы. Есть такой портал в nn.ru, где меня просто обзывали по полной программе. Когда я писала, что ура, и поздравьте, я купила камеру. И вот мои первые снимки мне писали, ну и говнище у тебя. Горизонт завален. Смотрит в край кадра. Композиция какая-то, что-то тут. Принцип золотого сечения. Я думала, господи, кто такой горизонт? Я вообще не понимала. Думаю, как мои шедевры. Мне тогда казалось, что я такие шедевры делаю. Мне вообще просто... Меня трясло от того, как... Представляете, на Nikon снимал D3000, а тут Mark II купила. С 24-105 в 2011 году. Заработала на эту камеру. И хотела снимать, выложила. И меня там постоянно гнобили, постоянно писали, здесь не так, тут не так. И огромное им спасибо за это. И я училась, я понимала, кто такой горизонт. Да, вообще, что такое горизонт. И я старалась здесь исправить, тут исправить. Сейчас я понимаю, на самом деле, когда... Вот огромное спасибо этим бородатым дядькам, вот таким матерым фотографам, кто когда-то сидел на форуме. Вот такой был у меня путь. Я выкладывала фотографии, анализировала. Мне писали, что-то не так. Девочка стоит сильно в траве, ног не видно. Обрезанные ноги. Где у девочки ноги? Девочка инвалид. Я такая, ой, точно, блин. Я не видела таких вещей. Каких-то примитивных вещей не видела. И вот так вот, наверное, все и пошло. Вот мой путь такой. Эфир суперфотографа. Да, он там есть, Анечка, он в течение час. Ну, как бы, час назад, вот, видать, я его ощущала. Я его сохранила, так что ты посмотри. Сколько стоила первая фотосъемка? Вообще, конечно, первая я довольно-таки долго денег не брала. Я фотографировала садик, фотографировала школы, фотографировала выпускные. И я боялась брать деньги. У меня, как любой нормальный человек, как вообще кто? Как это вообще? Я не брала деньги. Меня всегда в садике занимали места. В садике всегда мне занимали места. Допустим, утренники, все какие-то наши утренники в садике. Мне говорили, Ириша, привет, мы тебе заняли первый ряд. Иди к нам, проходи сюда, ты с камерой. Я понимала, что, да, мне первое время мне очень хотелось. Я всегда все фотографировала. Любые мероприятия, любые там утренники, везде Ира была и нужна. И я фотографировала своих подружек, красоток. То есть вот мы катали коляски. Я говорю, слушай, давай классного твоего малыша. А можешь вот сюда в кусты, а можешь вот сюда в сиреньку. И я потихонечку встала, и не было контакта. У меня не было в контакте тогда, потому что мне казалось, что эта аудитория сильно молодежная. Я сидела в одноклассниках и ставила пятерочки. Я сама смотрела, анализировала, выкладывала свои фоточки. И потом потихонечку, вот уже когда появилось желание, то есть на тот момент я четко уже понимала, что я не выйду официально на работу. Я была в декретном отпуске. Когда я понимала, что я не выйду официально на работу, что мне нравится заниматься фотографией. Конечно, деятельность, вообще могу сказать, что у меня высшее экономическое образование, кто со мной только-только познакомился. И я довольно-таки долго работала в автобизнесе, и карьерист по жизни. Последнее место работы я работала начальником арендного отдела в крупном торговом центре. Но с хорошей зарплатой, с хорошей премией, с людьми, в подчинении. У меня было 4 администратора, у меня было 4 менеджера. Но фотография настолько увлекла, что я поняла, что у нас за дороги нет. Яси, что у тебя? Что это такое? А, это ты там повисла просто. Вот у нас, видите, такая многоплановая фотография. Вот, и первые деньги я взяла, наверное, на первой своей свадьбе. Я когда, когда вот у меня появился уже Марк II, у меня у папы была машина Калина. Калина. И мы на его машину вырезали, съездили в какое-то рекламное агентство, и вырезали. Ракалом было написано, принимаю заказы на фото, там, заказы на свадебные фотосъемки. Это был, да, 11-й, по-моему, год. И мой номер телефона. Ну, конечно, никто не звонил по этому номеру телефона, и тогда фотографы были невостребованы. Мы всегда снимали видео, всегда снимали на видео, на камеры снимали, большие дядьки. А мы купили Sony, у меня была большая камера Sony, потом я говорю, может, я займусь видео. Почему мне тянет видео? Мне хочется, вот я недавно тоже сомонтировала ролик на стене, и очень хочу снимать видео, потому что это немножко другое. Вот если мы сейчас приедем в Америку, я обязательно пойду вот эту школу кинематографии в Нью-Йоркскую. Она, правда, очень дорогая, это еще надо грант на это получить. Вот, но очень, конечно, хотелось бы заняться именно видео. И я на тот момент тоже снимала свадьбы, видео снимала. Первые заказы именно были по видеосъемке, по свадьбе. А потом первый заказ пришел на фотосвадьбу. Это заказ был от мужа с его работы, то есть ребята. Но я тогда не врала, я говорила, что я фото не снимаю, у меня просто вот есть фотоаппарат. Они пришли к нам домой. Я помню, наливала им кофе, с ними общалась моя Галина Матковская, семья Матковских. И она была в положении, у нее было 8 месяцев беременности. То есть вот такая вот у меня была первая свадьба, и стоил этот заказ 8 тысяч рублей. То есть как бы 8 тысяч рублей от и дома проработали все. Я сама была на свадьбах не раз и гостем, и невестой. Я понимала, какие есть пункты, но мы тогда не заключали никакой договор. Все это было на словах, мы понимали, где. Ну, в общем, как-то, знаете, потом по этому заказу пошел второй, третий, десятый. Я стала принимать заказы, принимать съемки. У меня были 15 тысяч рублей, 25. И это был на второй, конец второго года. Я понимала, что у меня следующий сезон, город был маленький, и следующий сезон у меня был заполнен по заказам еще. Допустим, летом этого года у меня уже на следующий год было все расписано. Я понимала, что у меня нет уже свободных дат. И я была рада, я была счастлива, что я востребована. Я никогда не делила людей портфолийной, не портфолийной. Я брала всех. Ну, как бы я брала интуитивно приятных людей мне. Вот, одна свадьба у меня была не очень такая. Вот я по сей день ее даже сейчас вспоминаю. Энергетически не моя. Почему? Потому что, ну, может, я имею право сейчас на эту тему поговорить. У мальчика был второй брак. Он очень не хотел фотографироваться, вообще ничего не хотел. В общем, ну, такая... В общем, в итоге они там развелись. Не буду называть фамилии. Вот, и он принципиально на свадьбе в ЗАГСе встал так, что, когда кольца одевали... А вы же знаете, как в ЗАГСе. Я вот недавно рассказывала эфир на эту тему. Шаг в право, шаг в лево, расстрел. То есть я в маленьком Балахнинском ЗАГСе не могла, не имела права тогда ходить по залу и фотографировать. То есть мне как поставили, вот меня где прибили, я была очень послушная, да, и где прибили, там и стою. Это я уже с опытом. Посмотрите мой эфир на Ютьюбе, я там завела, обязательно послушайте про свадебную съемку. Там рассказывала, что я теперь в каждой дырке, в каждой шкатулке, в каждой закрытой двери стучусь и просто влазью даже. Вот нос везде сую, даже куда меня не просит. Вот. А раньше была настолько скромная, и жених специально, принципиально, то есть он всем своим видом. Он не хотел платить, и предоплаты даже не было вначале, но я пошла на эту свадьбу. Вот. И он стал спиной как раз, когда одевал кольца, стал спиной, и потом, конечно, у них было возмущение. То есть я там где-то попыталась обижать, но не было вот именно как они одевали кольца, конечно, была претензия. Я говорю, да я тоже сейчас прошла огонь и воды, и медные трубы. В общем, много было всего интересного. Вот. И я, наверное, вот по поводу первой съемки, да, вот, наверное, такие были цены. Я, наверное, ответила на ваш вопрос. Заказов было много, потом я стала брать заказы уже в Нижнем Новгороде, стала понимать, что мне надо расти дальше. А самый мой максимальный пакет был 25 тысяч рублей, и его купил в нашем городе мэр нашего города. То есть женился сынишка. И этот был пакет. Все было включено Love Story, была включена двухкамерная съемка всего свадебного дня. И это был... Да, это была красивая такая свадьба. И это было 25 тысяч рублей. То есть круче, чем мэр города, у нас никто не мог купить. У меня уже больше таких заказов не было. В основном всего свадьба была 15-18 тысяч рублей, в зависимости, там, до первого танца или на полный свадебный день. То есть много было всего интересного. А когда зимой мне надо было обрабатывать, я зимние съемки не брала, потому что я где-то там слышала, что конденсат, камера может замерзнуть, тепло-холод, из холода-в тепло. И мне еще надо было этот весь ком обработать. Представляете, вы с апреля пашите, у вас очень много свадеб. Надо всем сдавать. Если свадеба пятница-суббота, 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 пятница-субота, это надо все сдавать. Вот. Надо было все обрабатывать, никаких ретушеров не было. И вот эти два года становления фотографом свадебным было для меня очень тяжелое, безумно тяжелое. Я стала понимать, что деньги я съела. Как бы наша семья съела, потому что люди платили частями, там протели аванс, остаток. Там чуть-чуть на свадьбе давали, остаток по факту готовой работы. И долги были, а денег не было. Я стала понимать, что я не вижу семью. Я тоже об этом часто пишу, рассказываю, что я стала не успевать дома. У меня очень много, у меня было чувство неудовлетворенности, дикое. Почему? Потому что... Ну, потому что я чувствовала, что... Ой, она сморгает, у нас волни только сильные. Ребят, нормально, поставьте сердечки. Мне стоит рассказывать эту тему. Мне кажется, вообще-то вы все обо мне знаете. Я просто вижу, что сейчас очень много ребят новых. Поставьте сердечки. Я сейчас я поставлю сердечки. Я сейчас говорю, сейчас я выйду, поставлю сердечки. Да, я подожду. Поставьте, пожалуйста, сердечки. Если интересно, я буду рассказывать дальше. Все пошло, да. Я потом отмотаю вопросики обязательно. Спасибо, спасибо. Вы периодически меня поддерживаете, ладно. Чуть-чуть полайкивайте, чтобы я понимала, что вы на месте. Окей? Вот. И я стала чувствовать себя очень плохо, потому что я не выходила... Я не выходила и рассказывала где-то в каких-то эфирах. Мне страшно было выходить на улицу. Потому что я понимала, что если я иду в какой-то магазин, там явно встретится мой жених или какой-нибудь гость на свадьбе. Я буду спрашивать, ты сдала фотографии, а где фотки свадебные? А ты уже им прислала? А все писали, подружки писали. А помнишь, я была в красном платье на свадьбе Ивановых? А у меня Иванова, Петрова, Сидорова, все смешалось с Людикони. У меня было вот просто, мне было очень тяжело. Дома ребенок был брошенный. Я не уделяла ей времени нормально. Мы не читали книги. Я не стала там, знаете, как мало-мало стала уделять внимание мужу. То есть этот конфликт, он в семье рос. Это было страшно. И я жила в вечном состоянии, что я всем должна. Мне хотелось лезть под стол и просто плакать, 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 плакать. Потому что я вроде, я не лежала на диване, я не ковыряла в носу. У меня не было свободного времени вздохнуть. Я ела за столом, за компьютерным. Мне вот муж там принесет, огромное ему спасибо. Я говорю, он меня очень сильно поддерживал в тот момент. И мне принесет сварить племешки какие-нибудь. Я тут же ем, тут же две секунды там в туалет сбегать. И опять же тут же и без выхода. Вот знаете, утром он уходит на работу. Он там в семь утра, в восемь встает. В семь встает, чтобы ребенка в садик, в школу отвезти. А я еще вообще, вот как зомби, знаете, кровь в это, кофе вместо венок, вместо крови. Вот так хочется спички вставлять. И ты не имеешь права даже просто упасть на час, на два. Потому что понимаешь, что тебе в пять вечера сдавать эту свадьбу. А ты, к примеру, на стадии там еще процентов 90 или 80. Тебе надо еще слайд-шоу залить. А я же, у меня не было ретушеров. Я делала все сама, мне хотелось сделать красиво. Я вылизывала каждую фотографию. Не делала плагинами, не было плагинов. Я делала руками. Это было очень тяжело. И не было времени, просто не было свободного времени. Какие ногти! Я просто забила на себя уже как на женщину. У меня вообще просто и родственников я не видела. Это как на пас, говорил, запрячь себя в армию. Просто молотила, молотила. И поэтому говорю, что для меня вот это был просто доход. И я помню тогда, какая-то я закралась возможность сделать сайт. И я видела у нас нижегородских фотографов, просто кто знает, в Нижнем Новгороде. У нас там есть музей деревянного зодчества. У нас есть музей. То есть очень много всего интересного. И в ботанический сад был с лианами, с такими красивыми. А у меня были свадьбы в моем городе. Это час езды от Нижнего Новгорода. И никто не соглашался в свадебный день ехать в Нижний Новгород, терять время на транспорт. Вот на этом, на все. Я снимала, знаете, у меня были одни и те же места в Балахни. И когда я слышала город, к примеру, слышала там в Заволжье, когда мы ездили, или в Балахнинский ЗАГС, мне хотелось просто. Я понимала, что это деньги. Но я понимала, что я не получаю от этого удовольствия. Просто я, конечно, я когда прихожу на свадьбу, я включаюсь. Я снова, я люблю своих героев. Я с ними шучу, мне с ними кайфово, классно. Я испытываю какое-то удовольствие, как человек, как фотограф. Но это надо было себя все равно заставить. То есть прийти на свадьбу, и ты утром просыпаешься, и ты понимаешь, что у тебя опять день сурка. Опять то же самое. Те же самые кольца невесты, букеты. Одно и то же, одни и те же здания, одни и те же кусты. И ты мог фотошопить, знаете, как вот просто фотографии вокруг кусты. Я могла людей вырезать, вставлять, а глубокую ретушь художественную вставлять на месте. В общем, было сложно. И когда я в какой-то момент поняла, что дальше так продолжаться не может, мы тогда стали с мужем делать сайт. Мы проплатили за сайт. Он был недорогой какой-то, скромный. Я где-то услышала, что фотографы без сайта говно полное. Это был год уже, наверное, 13-й. И у меня не было времени выкладывать фотографии на сайт. Нам просто прислали доступ, логин, пароль. И мне надо было фотографии туда заливать на этот сайт. И я попросила мужа залить на сайт. А я сама сидела фотошопила. И муж периодически заливал эти фотографии новые. И когда он сам принял решение, он просто видел, насколько я просто пошел. И он говорил, бери меньше заказов. Куда ты? Бери меньше. То есть вообще не бери. Он говорил, бери, давай подольше, повыше стоимость поставим, для того, чтобы просто отсечь какую-то планку. А мне было так всех жалко, вы понимаете. Мне все писали, мои друзья и знакомые писали. О, мне было странно, если я снимала свадьбу за 15 тысяч рублей. Я же не могла поставить 30. Мне сказали, с херали. Ну, к примеру, я просто говорю, как есть. Мне сказали, фига себе, ты там не делал кого-то, не оборзел или, да, с чего это вдруг. Или детские, семейные. Я снимала там за 3 тысячи рублей. Я же не могла поставить 17. Вот. И... А муж просто, наверное, видел вот это вот все. И он потихонечку мне на сайте поставил свадьбу. Минимум был минимальный заказ. 30 тысяч рублей за 10-часовой пакет. То есть меньше мы заказа не брали. То есть он просто на сайте поставил. Я когда это увидела, я грустил, что ты вообще, ты не здоров, у тебя температура. Что такое? Как ты думаешь вообще, что ты делаешь? 30 тысяч рублей ты мне поставил за один день за свадьбу. Да мне никто не купит. Я не верила в себя, потому что я думала, ну, если я максимальный пакет снимала за 25, можете представить, да, с двумя камерами, где мэр города купил. И тут он мне поставил 30. Я говорю, ну, блин, вообще, ну, стопроцентный провал. Ну, я была настолько, я с ним была согласна. Я плакала ему в жилетку и говорила, все хорошо. Надоели свадьбы, не могу. Я девочка, пожалей меня. Вот. А он тогда на тот момент, он работал на заводе. У него тоже была не очень высокая зарплата, где-то, может, 25, там, 28, не знаю. То есть он бегал по цеху, был начальник смены на заводе. Они делали бяксплен, это была пленка французская. Вот. Все нормально, все получится. И я такая думаю, ну, и ладно, ну, и бог с ними с этими свадьбами. Ну, не купят, ну, и купят. Ну, и вот так вот все. Главное, долги сдать. Мне хотелось просто жить спокойно. Хотела камеру выкинуть в окно. И мне хотелось жить с моим ребенком, моим мужем и все. Ну, что вы думаете? Прошло какое-то время, да, поступили звонки. То есть стали поступать звонки именно из Нижнего Новгорода. Я стала размещать туда рекламу на сайте моей Горько.ру, там, моя свадьба. Что-то у меня какой-то эфир перешел, вот, знаете, в какие-то эти мои свадебные рассказы. Вопросы, вы простите, что меня так это поперло. Вот. И пошли первые заказы. И когда мне просто позвонили, говорят, Ирина, да, нам очень нравятся ваши работы, мы хотим, там, свадьба такого-то числа, город Нижний Новгород. И я, знаете, я такая сидела на стуле, вот так вот, подпрыгивала на стуле, думаю, а, Нижний Новгород, а, наконец-то там ни моя балахна, ни мои кусты меня прям потряхивало. И они говорят, там, цена 30 тысяч рублей, да, 10 часов, все верно? Я говорю, да, 30 тысяч рублей. И вообще, конечно, это была моя прелесть, да, это было нечто. И когда реально нам сказали, что мы хотим с вами встретиться, что для этого надо, я говорю, давайте подпишем договор, я к вам подъеду. И мы ехали, подписывали договор на мой первый там свадебный заказ, который стоил 30 тысяч рублей. Вот, ну это, конечно, дальше, дальше стало больше, и мы тогда открыли агентство. Открыли агентство так, что у меня заказов было видим. Почему я открыла агентство, многие тоже спрашивали. Потому что заказов было очень много. На одну и ту же дату, это был там 13, 14, 15 год, на одну и ту же дату у меня было как минимум там 5-10 заказов. В зависимости от сезона, вы понимаете, да, там устребованная дата или нет. И когда я стала понимать, что я хочу всех поснимать, я хочу везде, деньги ко мне текут. И я хочу, и просто люди классные, мне и с этим хорошо, а здесь невеста классная, а здесь жених, а здесь чайка, вы знаете, регистрация. И понимаете, там вот, и меня колбасило, и я понимала, что я-то одна, а что делать-то? Я думала, все, сейчас найду себе ретушеров, буду бегать по всем свадьбам, все раздавать. И, ну, не пошло. Много раз я приступала к этому делу, если интересно, чуть позже расскажу. И потом в итоге я... Получилось так, что я уже... Ну, посмотрите свадебный эфир, там будет очень много полезного на ютюбе. И я там рассказывала о том, что у меня появился второй мой фотограф, он довольно-таки долго появился, давно точнее появился. Свадьбы уже были, там, 35, базовая цена, 40, 50, 80, да, цены пошли. И получилось так, что у меня на одну свадьбу у меня была клиентка Юлечка на детскую семейную съемку. Естественно, у нас остались контактные телефоны, я издала работу, она осталась довольная. И спустя какое-то время она говорит, Риша, мне муж хочет подарить камеру, какую мне камеру купить? Я говорю, бери, Canon 5D Mark II. То есть на тот момент я тоже снимала на двушку, была вот линза 85, 1,2, а они, в принципе, финансы позволяли. Она всю жизнь работала управляющей банком.